Мы продолжаем нашу замечательную программу, Александр Шунин в студии, Олег Пеков в своей домашней студии, еще раз с возвращением, коллега. Спасибо большое. Доброе утро. Возобновила также работу туристическая сфера, открылись некоторые страны, люди хотят путешествовать. С возобновлением вот этой работы поток путешественников значительно удивил. Что я сегодня несу? Я значительно удивился тому, что не могу произнести каждое третье слово. Да, стало больше путешественников, стало больше страховых случаев, стало больше страховых выплат. Именно поэтому мы сейчас будем беседовать с руководителем отдела продуктов личного страхования компании «Балта» Людмилой Щеголевой. Поговорим о рисках путешествий, зададим основные вопросы. А к чему готовятся? Как себя подстраховать? Людмила, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. По нашей информации, за последние два месяца было выплачено около 50 тысяч евро за отмененные или прерванные путешествия. Во-первых, так ли это? Если нет, пожалуйста, поправьте и расскажите основные причины. Еще раз доброе утро и по поводу нашего продукта, по поводу путешественников, по поводу, с чем мы сталкиваемся. Мы первые на рынке, которые выпустили защиту именно от ковида. И начиная с марта мы в полном объеме предоставляем нашим клиентам защиту от ковида не только в плане медицинских расходов, которые могут возникнуть за границей. Мы еще оплачиваем так называемую невозможность полететь в путешествие. Потому что с чем сталкиваются люди, когда они начали в послеоткрытый период путешествовать, они сталкиваются с тем, что им необходимо делать обязательный ПРЦ-тест перед вылетом в другую страну. Причем каждая страна, она, соответственно, дает совершенно разные условия, при которых ты можешь посетить эту конкретную страну. И когда человек делает ПРЦ-тест, очень часто получается, что человек, собравшийся в путешествие за двое суток до начала путешествия, понимает, что у него позитивный COVID-тест, и он не может лететь в свое путешествие. Для того, чтобы люди не теряли уплаченные деньги за запланированное путешествие, действует наша страховка, и мы выплачиваем каждому человеку, в зависимости от того, какой у него страховой полис, мы выплачиваем от 700 до 1000 евро за каждое путешествие, конечно, не превышая стоимость страховки. Вторая часть, с чем мы сталкивались, это человек благополучно достиг своей цели, он на море, ему хорошо, все замечательно, но ему надо возвращаться обратно. И возвращаясь обратно, человеку тоже надо сдавать ПРЦ-тест для того, чтобы уехать в Латвию. И при возврате в Латвию у нас тоже есть достаточно много случаев, где люди получают позитивный тест на COVID, и они не могут прилететь обратно, и они у нас, так сказать, зависают, зависают в другой стране. У нас в течение апреля было очень много людей, которые остались в Турции, где мы оплачивали им нахождение в карантине в Турции, пока у них не будет негативного теста. Сейчас новая страна, которая открылась, где мы ожидаем большого количества выплат, это Турция, потому что Турция с 15 мая изменила правила въезда в страну. И, соответственно, для въезда в страну нет необходимости делать ПРЦ-тест, но когда человек возвращается в Латвию, Турция – это третья страна, при возврате из третьих стран нужен обязательный ПРЦ-тест. И я думаю, что в конце этой недели мы столкнёмся с ещё большим количеством людей, которые остались у нас в Турции и будут ждать нашей помощи. Это так вкратце. А, Людмила, скажите, пожалуйста, ведь в каждой стране наверняка есть свои тоже ограничения, и просто люди, которые выезжают в эту страну, они могут, не знаю, что посетив какую-то область в этой стране, они могут оказаться тоже необходимыми самоизолироваться. Вот эти случаи попадают? Вот как с такого рода? Если мы смотрим на такие случаи, у нас была группа товарищей, которые были в Грузии, и в Грузии был закон, что при посещении области, которая эпидемиологически опасна, все люди, которые находились в этой области, они их закрывали. Соответственно, у нас группа туристов тоже оказалась закрытой, и они у нас просидели весь карантин, и после этого, соответственно, мы могли их вернуть домой. Но это было уже в прошлом году, в августе, да, это не из новых случаев, поэтому для меня это не ново, потому что новые случаи у нас основные сейчас туристические направления, это были Испанские острова, это был Египет, сейчас это Турция, буквально на днях открылась Греция, да, соответственно, мы будем постоянно ждать каких-то новых вызовов, потому что каждая страна, она регулирует посещение страны, выезды страны, также нахождение в стране по своим правилам. Поэтому мы всем туристам в обязательном порядке, мы их призываем перед тем, как начать путешествие, ознакомиться с полной информацией, которая указана на домашней странице Министерства иностранных дел, да, и только в соответствии с этим, тогда, соответственно, планировать и начинать свое путешествие. И я напомню, мы беседуем с руководителем отдела продуктов личного страхования Балта, Людмилой Щеголевой, ты смотри, произнес целое предложение, ни разу не запнулся, я делаю успехи. Мы получили вопрос по WhatsApp, кстати, напомню номер WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1, зачитаю. Доброе утро, читал условия вашей страховки, как вы упомянули, до, да, за 72 часа до прилета обратно нужно делать ПРЦ-тест. Почему у вас в условиях полиса написано, что страховка не действует, если COVID подтвержден, видимо, за 72 часа до окончания полиса, который обычно до дня прилета? Наверное, человек просто не очень правильно понял условия, особых условий. Значит, по нашим условиям обязательно, что мы спрашиваем, мы вообще не спрашиваем ПРЦ-тест. В условиях страховки написано, что в том случае, если человек в течение 72 часов до, либо после покупки страховки окажется больным, то страховка не действует. Почему это? Это для того, чтобы ограничить себя от тех людей, которые осознанно покупают страхование, когда они уже больны. Поэтому 72 часа, которые у нас поставлены, да, в особых условиях, это для того, чтобы больной человек осознанно не списывал на нас свои расходы. У Балты вообще нет требований для того, чтобы делал человек ПРЦ-тест. Если мы говорим, допустим, о той же стране, как Турция, которая отменила необходимость при въезде ПРЦ-теста, то, соответственно, человек летит в Турцию, страховка действует, и в случае, если он при возврате получит позитивный COVID-тест, либо он будет официальным контактным лицом и его не пустят в самолет, то это наша ответственность. Мы будем выплачивать 50 евро в сутки за каждый проведенный день, соответственно, в стране, откуда он не может вылететь, плюс стоимость билетов на возврат. Да, Олег. Просто учитывая вот эту ситуацию сейчас эпидемиологическую в мире, вот насколько для людей, для простых людей, вот необходимость осознать вот эту, ну, практически, не то чтобы обязательность, когда это дело личное каждого, но вот осознать все риски вот в голове, вот что бы вы все-таки посоветовали людям? Я могу сказать так, осознать сейчас необходимо каждому, потому что отмена путешествий, где у нас очень большое количество выплат, это малая толика. В наши COVID-19 времена самая большая, как бы, слава Богу, это редкая проблема, это если человек заболеет за границей, потому что если даже у человека нет COVID-19, и он заболевает за границей, первое для того, чтобы получить неотложную помощь, это обычно тест, который требует клиника для того, чтобы вообще взять на обследование любого человека. Это первое, с чем мы сталкиваемся. Плюс из-за того, что, допустим, в таких восточных странах, как Турция и Египет, давно не было туристов, стоимость медицинских услуг выросла уже практически в два раза. Мы знаем восточные рынки, то есть нет спроса, у них предложение большое. Скажите, там тоже можно торговаться тогда в больницах, как на рынке? Ну, по большому счёту, честно, мы торгуемся для того, чтобы снизить стоимость услуг, да, но может ли конкретный человек торговаться, я не знаю, но с нашими партнёрами, как в любой стране, мы пытаемся договориться о сбалансированной цене. Следующее. Если у человека необходима репатриация, что такое репатриация? Это возврат человека домой, вне зависимости, в каком состоянии он. То есть либо мы его везём на самолёте, как обычного человека, либо мы его везём в сопровождении медицинских работников, либо при таких печальных случаях мы везём его в других условиях, да. То есть репатриация вот сейчас, во время COVID-19, она тоже очень-очень сложная, она очень дорогая, потому что если раньше у нас средняя стоимость репатриации была около пяти тысяч, да, эта стоимость увеличилась минимум на 30%, соответственно, это дороже, потому что необходимо большее количество разрешений, большее количество бумаг, больше основных условий для того, чтобы начать вообще возврат человека обратно в страну проживания. Это следующее. И есть статистика по странам, да, в Германии человеку, которому необходима вентиляция лёгких, стоимость лечения минимум 38 тысяч евро, если не ошибаюсь. Соответственно, человеку надо понимать, что если у него нет страхования, которое оплачивает риски COVID, потому что на данный момент в Латвии есть только несколько компаний, которые предлагают вообще оплату риска COVID в полном объёме, то ему придётся столкнуться с этими расходами из своего кармана. И я боюсь, что не у каждого путешественника есть 30-40-50 тысяч для того, чтобы расплатить за скрытникой. Ох, это правда. С нами руководитель отдела продуктов личного страхования компании «Балта» Людмила Щёглева. Людмила, такой вопрос вы рассказываете на конкретных мерах, в том числе становится достаточно жутко местами. В этой связи появляется вопрос. Если кто-то решается на путешествие, ну, понятное дело, со страховкой, на ваш взгляд, в данный момент что лучше? Подстраховаться и лучше купить какую-то, что раньше называлось путёвку, то есть ехать организованно через турфирму, либо всё-таки можно дикарём и самостоятельно, потому что всё равно, если есть страховка, то она покрывает какие-то вещи и ничего страшного? Если посмотреть на то, как путешествовать, то дикарём можно путешествовать только тем людям, которые действительно очень долго путешествовали сами самостоятельно, не понимая, что со всеми рисками им надо будет справляться самим. Так как я очень люблю путешествовать, я путешествую дикарём, и я понимаю, что надо будет сделать, какие аппликации закачать, что проверить, что посмотреть, как часто, как быстро, да, это я понимаю. Если у человека опыт путешествия сравнительно небольшой, я обязательно призову людей всё-таки путешествовать через больших туроператоров, таких как в Латвии, как туроператоры, которые предлагают через другие, это то есть тур и нова, то есть там главные такие монстры, которые предлагают в том числе и всем турфирмам. Почему? Потому что туроператор, кроме того, что он помогает, он в любом случае вернёт людей обратно, да, потому что, предположим, недавно сейчас закрылся Непал, закрылись все авиаперелёты, и исключением были только чартерные рейсы, которые предлагают туроператоры, да. Поэтому если человек не чувствует себя уверенно в свободном передвижении, да, то, соответственно, я бы рекомендовала туроператору. А что Вы можете сказать о личной ответственности во время путешествия? На что надо обращать внимание прежде всего? Значит, личная ответственность, ещё раз повторюсь, обязательно. Надо смотреть информацию на домашней странице Министерства иностранных дел, причём эту информацию надо смотреть как в момент покупки билетов, так и, в принципе, ежедневно до момента вылета. Обязательное условие практически всех стран заполнять эту COVID-пас-анкету, да. Сейчас есть разные условия въезда. Некоторые страны спрашивают только по РЦ-тест. Для некоторых стран можно выезжать в страну без РЦ-теста, но с полностью завершённой прививкой, да. Допустим, Греция объявила, что при прививке, если после второй вакцинации пройдёт не менее чем 15 дней, то в страну можно свободно выезжать и не надо соблюдать карантин. Есть страны, которые запрашивают, кроме РЦ-теста и заполнения бумаг, они запрашивают ещё экспресс-тест. Это не такие, как Голландия, допустим, которые надо делать в аэропорту. Поэтому перед тем, как человек куда-то едет, ему надо обязательно прочитать всю информацию о правилах въезда в страну. Это первое. Второе, ему надо прочитать правила поведения в стране. В каких случаях необходимо носить маску, в каких не необходимо. Нужна ли самоизоляция, либо не нужна самоизоляция. Потому что, допустим, некоторые страны в обязательном порядке требуют после въезда в страну самоизоляцию в указанных гостиницах. Плюс эти меры, они постоянно меняются. И, в общем-то, то, о чём мы говорили с руководителем отдела продуктов личного страхования компании «Балт» Людмилы Щеглевой, личную ответственность никто не отменял. И сейчас, если кто-то решается отправляться в поездку, то лучше это делать не самостоятельно, а всё-таки через проверенные такие турфирмы «Мейджоры». Ну, а текстовая версия интервью с Людмилой скоро появится на портале «Микс Ньюз». Людмила, огромное спасибо за то, что были этим утром с нами, дали рекомендации, рассказали о том, как сейчас вот происходят поездки, всё, что связано со страхованием путешествий. И удачи, успеха, здоровья. Мы после паузы вернёмся в эфир с новым гостем. И, кстати, продолжим тему и ковидную, и тему вакцинирования, потому что началась вакцинация и работников управления местозаключения и тех, кто отбывает наказание в местах, что называется, не столь отдалённых. У нас в гостях будет начальник управления местозаключения Илона Спура. Итак, оставайтесь с нами. Утро на балконе.